Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такой эффект в Cinema 4D. Этот эффект создан при помощи симуляции дыма в Cinema 4D без использования сторонних плагинов. Раньше, когда мне нужно было создать подобный эффект, мне необходимо было использовать сторонние плагины, такие как X-Particles, либо вообще отдельную программу, например, Houdini. Сейчас все это можно сделать в Cinema 4D, и я очень этому рад. И я надеюсь, что компания Maxon продолжит внедрять различные симуляции прямо в Cinema 4D, чтобы в дальнейшем не было необходимости использовать какие-либо сторонние плагины или программы. Для создания этого эффекта, который также называется Shock Wave, мы будем использовать обычную геометрическую фигуру, такую как диск. Выбираем диск, отдаляемся, во вкладке Object, Inner Radius, выбираем, к примеру, 92, и немного увеличиваем параметр Outer Radius, то есть внешний радиус, до 102 см, примерно так. Далее заходим во вкладку Coordinates, и вот здесь мы заанимируем параметр Scale, то есть размер объекта от 0 до 1, на таймлайне переходим на 10-й фрейм, кликаем вот здесь по буковке S, тем самым мы выделили все параметры, и нажимаем по ключам записи. Переходим в начало таймлайна, ставим все параметры на 0, и также нажимаем на ключи записи. Нажимаем Play, проверяем, и у нас получилась вот такая непростая анимация. Отлично. Переходим на 10-й фрейм, выбираем диск, нажимаем правой клавишей мыши, заходим в Simulation Tags, и выбираем Pyro Emitter. Появился tag Pyro, а рядом также создался отдельный объект Pyro Output, в котором также настраиваются отдельные параметры для симуляции дыма и огня. Итак, сейчас будем менять параметры в теге Pyro, выбираем tag Pyro, спускаемся вниз, и здесь находим Temperature, сразу деактивируем его, убираем вот здесь галочку, параметр Temperature здесь отвечает за огонь, поскольку мы не будем использовать огонь, то мы его и выключаем. Далее Density. Density это как раз и есть дым. Здесь мы можем немного поиграть с этими настройками, поставить, к примеру, Density Set, то есть глубина дыма и отчасти его детализация на 1,6, например. Density Add увеличить до 12, к примеру. Это также увеличит детальность дыма и его разлет. Далее опускаемся ниже и выбираем вкладку Velocity. Это значит скорость дыма. Тип выбираем Set to Movement, то есть скорость распространения дыма будет зависеть от скорости нашего объекта, либо его движения, либо в данном случае анимации его появления. И увеличиваем параметр Strength, сила, скорости до 3000. Далее все оставляю по умолчанию. И вот на этом этапе мы уже можем нажать на Play и посмотреть, что получается. Поскольку мой компьютер довольно плохо справляется конкретно с этой анимацией дыма, поэтому сейчас сложно увидеть, что вообще получается, и поэтому я просто посчитаю это в кэш. Но прежде чем считать эту симуляцию в кэш, я выберу Pyro Output, зайду во вкладку Pyro Scene, здесь вкладка Pyro, и изменю параметр Voxel Size до 3. Параметр Voxel Size отвечает за детализацию всей симуляции в целом. Чем меньше этот параметр, тем более детальная будет симуляция. И соответственно, чем выше этот параметр по значению, тем соответственно менее детальная будет симуляция. Я пока оставлю это значение на 3, чтобы симуляция считалась быстрее. Итак, заходим в вкладку Cache и нажимаем Cache Scene. Здесь я выберу папку, куда будет считаться кэш. Можно как-то переименовать, сохранить, и вот симуляция считается. Я отменил просчет симуляции, так как я забыл указать один важный момент. В определенный момент времени наша симуляция должна прекратить считаться. То есть в данном случае наш объект все дальше и дальше продолжает симулировать этот дым. Но нам нужно сделать так, чтобы в какой-то момент дым прекратил свою симуляцию. То есть в какой-то момент он должен исчезнуть. Поэтому заходим снова в тег Pyro и заанимируем параметр Enabled, то есть включить-выключить этот самый тег. Или включить-выключить эту симуляцию. Для этого переходим на 12 фрейм, кликаем по точке записи напротив слова Enabled. При этом этот параметр активирован. Далее переходим на 13 фрейм и выключаем этот тег. И ставим точку записи. Это значит, что в этот самый момент наша симуляция выключится и дым прекратит свое дальнейшее появление. Итак, снова заходим в объект Pyro Output, Cache и нажимаем Cache Scene. Cinema 4D спрашивает, перезаписать ли существующие файлы. Мы нажимаем Да и снова просчитываем эту симуляцию. Итак, у нас получилась вот такая симуляция. Можем выделить диск, зажать клавишу Alt и кликнуть два раза по этим точкам, чтобы убрать видимость диска из вьюера и из рендера. Выглядит неплохо, давайте посмотрим еще раз. Заходим в фигуры, выбираем Plane, увеличиваем его. Примерно вот так. Кликаем правиль клавиши мыши, Simulation Text и выбираем Collider. То есть мы сейчас создадим взаимодействие этого дыма с плейном. Но для начала мы также немного поднимем сам диск чуть выше сантиметров на 10, так как сейчас он находится по высоте один в один с плейном. Поэтому выбираем диск, заходим во вкладку Coordinates и меняем параметр позиции по оси Y на 10. Тем самым мы подняли диск чуть выше и он находится над полом. Снова уберу ему видимость. Снова выбираем Pyro Output, Cache и нажимаем Cache Scene. Да. И ждем просчет симуляции. Проверяем. Мне не нравится, что остается вот такое кольцо от нашего диска, поэтому мы сейчас это исправим. Для этого выбираем тег Pyro и сдвигаем анимацию включения этого тега немного левее. На пару фрейм, к примеру. Снова Pyro Output, Cache, Cache Scene. Да. Считаем симуляцию и смотрим как это выглядит. Да, вот сейчас кольцо исчезло. Отлично. В целом выглядит неплохо. Вы также можете поиграть с некоторыми параметрами, например, такими как Density Set и Density Add. Посмотреть, как это будет влиять на саму симуляцию. Также можно зайти в Pyro Output, Pyro Scene, Pyro. И здесь поиграть с параметрами Turbulence. Этот параметр влияет на сам рисунок дыма и на то, как выглядит в целом этот самый дым. Здесь можно поменять силу, Frequency. Посмотреть, как это выглядит. Также можно поэкспериментировать с параметром Dissipation. Этот параметр отвечает за исчезновение дыма. А конкретно можно изменить вот этот параметр Relative Density Dissipation и посмотреть, насколько быстро или медленно будет исчезать дым. В данном случае я оставлю как есть. Я лишь зайду и поменяю Voxel Size на 1,5, чтобы получить более детальный дым. Снова зайду во вкладку Cache и нажму Cache Scene. Да. Симуляция просчиталась. Проверяем. В целом выглядит хорошо. Я оставлю так, как есть. Итак, сейчас мы сделаем рендер этого дыма. Для этого выбираем Render Settings. Здесь обязательно выбираем Redshift. Сохраняем туда, куда нам нужно. Формат PNG. Обязательно альфа канал. Здесь, в общем, все. В параметрах Output выбираем тот размер, который нам нужен. Выбираем All Frames. Далее выбираем Redshift. В параметрах Redshift можно выбрать вкладку Basic или Advanced. Я обычно сразу выбираю Advanced. Во вкладке Sampling ставлю параметр Threshold на вот это значение. Деноизинг я не ставлю. Здесь, в общем-то, все. В параметрах Globals ничего не меняю. Оставляю как есть. Во вкладке Global Illumination ставлю здесь Brute Force 4. Здесь также ставлю Brute Force. И значение ставлю 16. Когустик с AOV Optimization ничего не меняю. И в параметрах System захожу во вкладку Legacy. И здесь ставлю галочку напротив параметра Refraction Effects Alpha Channel. Эту галочку надо ставить каждый раз, когда вы имеете дело с прозрачными объектами. Чтобы прозрачность этих объектов имела некую градацию. Это делается для того, чтобы на рендере все объекты с прозрачностью имели альфа канал. Далее все оставляю как есть. По настройкам рендера это все. Закрываю. Заходим в материалы. И создаю новый материал. Зажимаю здесь на плюсики. Materials. И выбираю Pyro Volume. Это специальный материал для симуляции дыма и огня. Перетягиваю этот материал на Pyro Output. Заходим в материал. И здесь мы видим всего лишь две ноды. Output, которые имеются в каждом материале. И Pyro Volume. Нас интересует именно вот эта нода. И она отобразилась вот здесь. Вы также можете нажать на эту иконку. И свойства этой ноды, как и любой выбранной вами ноды, отобразятся вот здесь с правой стороны. Выбираем Pyro Volume. И все, что я сделал здесь во вкладке Scatter Channel, выбрал Density, то есть дым, чтобы он здесь считался. Далее поменял градиент на те цвета, которые мне нужны. В моем случае я выбрал примерно вот такой оттенок. И второй оттенок вот такой. Примерно такого синего цвета. И сдвинул также градиент вот таким образом, чтобы в дыме проявлялись оба эти цвета. А также поменял параметр Scatter Coefficient на 0,01. Чтобы избежать пересветов в дыме. Сворачиваем материал. И кроме того, сейчас нам необходимо добавить несколько источников света, чтобы в сцене вообще было что-то видно. Но прежде чем добавить источники света, мы установим еще один параметр. Выберем Pyro Output Object. И вот здесь мы исключим ненужные нам параметры, такие как Temperature, это огонь. Поскольку он нам не нужен на рендере, мы нажимаем Off. Velocity также Off. И на рендере оставляем только параметр Density, то есть дым. Здесь я ставлю On. И сейчас создадим источники света. Выбираем Area Light. Добавился источник света. Во вкладке Object кликаем на вот эту стрелочку и выбираем параметр Add Target Tag and Null. Создать тег Target и 0 объект. Как мы видим, рядом с источником света появился вот такой Target Tag. А внутри этого тега находится созданный только что 0 объект. Если мы будем двигать источник света, например, вверх, то благодаря тегу Target он всегда будет смотреть на 0 объект, который находится в центре этой сцены. Первый источник света я размещу вверху. А 0 объект немного сдвину ближе к центру. Еще чуть-чуть подвину. Зайдем во вкладку Redshift и нажмем Start IPR. И вот дым уже проявляется. Отлично. Выключу из рендера видимость плейна. И тем самым оставлю только сам дым. Отключу Start IPR. Выберем источник света. Зажимаю клавишу Ctrl и перетаскиваю источник света. Тем самым я создаю еще одну копию. И эту копию источника света я переношу вниз. И этот источник света также продолжает смотреть в центр. Там где находится наш 0 объект. Redshift, Start IPR. Также я здесь создал сочетание клавиш Ctrl и R для того, чтобы постоянно не залазить в эту вкладку. Сделать это очень просто. Выбираем вкладку Window, Customization, Customize Palettes. Находим команду Start IPR. И здесь вводим то сочетание клавиш, которое вам удобно. Нажимаем Assign и закрываем. Поэтому я нажимаю Ctrl и R. И смотрю, как это выглядит на рендере. Добавлю еще один источник света. Также копирую верхний из них. Переношу вверх. И перетягиваю его в эту сторону. Примерно так. Делаю копию этого источника света. И перетягиваю влево. Вот так. Приближаемся. Смотрим. Ctrl и R. Можно увеличить интенсивность или экспозицию для этих источников света. К примеру, увеличив экспозицию до единицы. Проверяем. Так выглядит уже получше. Можно еще увеличить экспозицию до 1,5. И оставить примерно так. Далее вы просто нажимаете Render to Picture Viewer. Вот на эту кнопку. И в итоге получаете PNG-секвенцию симуляции дыма с альфа-каналом. И уже используете ее в своих проектах. Если этот урок был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...